Вектор геометрическая, не только физическая, но и геометрическая величина, то мы рассмотрим первый вопрос. Это вопрос о угле между векторами. Пусть нам даны два вектора. Вектор А и вектор В. И эти векторы не нулевые. Тогда отложим от произвольной точки вектор А, который будет равен вектору А. И отложим вектор, который будет равен вектору В. Вектор, который образовали эти векторы, будет углом между векторами А и В. Обозначим его через альфа. Для того, чтобы записать, что альфа – это угол между векторами А и В, применяется следующая запись. Угол между вектором А и вектором В равняется 2 альфа. Рассмотрим случай, когда векторы будут коллинеарными. Коллинеарными векторами называются векторы, как вы помните, которые лежат либо на параллельных прямых, либо на одной прямой. вектором В и вектором В и вектором В. И также угол между векторами А и В на нашем рисунке тоже будет равняться 0 градусов. Если один из векторов будет нулевым в определении угла между векторами, мы не рассматривали этот случай, когда векторы у нас нулевые. Но если один из векторов будет нулевым, а другой будет ненулевым, то предполагается, что угол между векторами А тоже равен 0 градусам. Напомню, что нулевой вектор – это вектор, который изображен только одной точкой. И обозначается он как вектор МН. Поэтому этот вектор коллинеарен с любым вектором. И этот угол между нулевым вектором и любым вектором будет равен 0 градусам. Рассматриваем второй вопрос. Вопрос о скалярном произведении векторов. Есть два определения скалярного произведения векторов. Одно из них определение – это если нам известен угол между векторами, и второй, куда нам известны координаты векторов. Если у нас есть два вектора А и В, и угол между ними равен какому-то числу градусов альфа, то скалярным произведением векторов А и В, записывается это там, будет являться произведением модулей этих векторов или длин этих векторов на косинус угла между этими векторами. Пример рассмотрим. Это определение у нас скалярного произведения. Есть у нас вектор А и В. Известно, что модуль вектора А равен 2, а модуль вектора В равняется 5. Угол между этими векторами будет равняться 30 градусов. Тогда, чтобы найти скалярное произведение векторов, нам нужно умножить 2 на 5 и на косинус 30 градусов. Это будет 10 умноженное. Если вы помните, косинус 30 градусов, вернее, это вы должны помнить, равен корню из трех, деленному на 2. Поэтому это произведение будет равняться 5 корням из трех. Рассмотрим случай, когда у нас угол между векторами будет равняться 90 градусов. В данном случае, если угол между векторами А и В равен 90 градусов, то эти векторы будут перпендикулярными. Отсюда следует, что вектор А перпендикулярен вектором В. И сейчас мы рассмотрим, чему же будет в таком случае равняться скалярное произведение этих векторов. Скалярное произведение векторов будет равняться модуль вектора А умножить на модуль вектора В и умножить на косинус 90 градусов. Тоже должны вы помнить, что косинус 90 градусов равен единице, простите, нулю. Поэтому неважно на какой модуль будет векторов А и В равен чему, все равно произведение будет равняться нулю. Поэтому мы имеем такое свойство скалярного произведения, что если векторы перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю. И наоборот, если векторы, если скалярное произведение векторов равняется 90 градусов, то векторы тоже будут перпендикулярными. Сейчас мы рассмотрим с вами еще один вопрос по поводу того, в каких пределах может находиться угол между векторами. Вы уже увидели, что если векторы коллинеарные, то угол между ними равен ноль градусов. Знаете также из седьмого класса о том, что каждый угол имеет градусную меру, которая больше нуля. Поэтому угол между векторами у нас обязательно должен быть большим либо равным нулю. Если векторы у нас будут противоположно направлены и коллинеарные, то угол между ними предполагается равным 180 градусов. То есть угол между векторами n и n в нашем случае равен 180 градусу. И теперь мы можем записать, что угол между двумя любыми векторами находится в таких пределах. Больше либо равно ноль градусов и меньше либо равно 100 градусов. Если угол у нас будет острый, то его косимус будет больше нуля. И тогда скалярное произведение у нас будет больше нуля. Если угол альфа у нас будет тупой, тогда косинус будет отрицательным. Это вы знаете из курса геометрии. И скалярное произведение тогда будет меньше нуля. И на угол. Если вы нашли, что скалярное произведение векторов положительное, то отсюда можно сделать вывод, что угол между этими векторами будет острым. И если скалярное произведение меньше нуля, отрицательное, то тогда угол между этими векторами будет тупой. Это у нас одно определение скандарного произведения векторов. Если вы посмотрите внимательно, то увидев определение, посмотрев на определение скандарного умножения векторов, мы можем увидеть, что можно найти угол между этими векторами, если нам известны векторы А, В, известны их модули. Но фраза «известны векторы А и В» означает, что это нам известны их координаты. Поэтому существует еще одно правило, еще одно определение скандарного умножения, если у нас известны координаты двух векторов. Пусть у нас дан вектор А, который имеет координаты А1, А2, и дан вектор В, который имеет координаты В, В и В, В2. Тогда скандарным произведением векторов А и В будет число, равное сумме произведений соответственных координат этих векторов. Скалярные произведения вектора А на вектор В будут не равняться. А1 умножить на В1 прибавим 1 умножить на В2. Еще раз хочу обратить внимание ваше на то, что скалярные произведения — это не вектор, это число. Как вы уже в этом убедились, когда вы рассматривали вопросы о скалярном произведении векторов. Сейчас посмотрим пример. Пусть нам дан вектор А с координатами 2, 4, и дан вектор В с координатами минус 1, 6. Тогда скалярное произведение этих векторов будет равняться 2 умножить на минус 1 плюс 6 умножить на 4. Это будет равняться минус 2 плюс 24, будет равняться 22. Скалярное произведение этих векторов равно 28. У нас есть два определения скалярного произведения векторов. Каким из них пользоваться при решении задач, вы будете определять сами, в зависимости от того, какая у вас задача и какие у вас условия в этой задаче. Рассмотрим третий вопрос — это скалярный квадрат. Что такое скалярный квадрат? Если мы возьмем вектор А, который будет равен вектору В, и запишем, что скалярным произведением этих векторов будет вектор А умноженный на вектор В, или это будет равняться вектор А умноженный на вектор А, потому что эти векторы у нас равны. И по определению скалярного умножения векторов это будет модуль вектора А умножить на модуль вектора А и умножить на косимус угла между ними. А так как это равные векторы, то косимус угол между ними равен 0 градусов. А равные векторы, они же и коллинеарные. Мы уже говорили, угол между коллинеарными векторами равен 0 градусов. космус нуля градусов равен единице тоже знаете из предыдущих упаков то мы имеем, что скалярное произведение вектора А на вектор А равняется модуль вектора А умножить на модуль вектора А или будет просто модуль вектора А в квадрате и вот это выражение называется скалярным квадратом это скалярный квадрат рассмотрим последний вопрос нашей темы это следствие истерии истерии о скалярном произведении если у нас есть скалярное произведение вектора А на вектор В по определению это будет модуль вектора А умножить на модуль вектора В умножить на космус А возможно в условии будет у нас в задаче нужно найти угол между этими векторами из этого равенства мы можем выразить космус А через скалярное произведение векторов и произведение их модулей так как это неизвестный множитель то мы произведение скалярное делим на произведение модулей я написала равно потому что дальше мы уже можем записать дальше мы равно скалярное произведение векторов по второму определению скалярного умножения это будет А1 умноженное на Д1 плюс А2 умноженное на Д2 деленное на корень квадратный из А1 в квадрате плюс А2 в квадрате умножить на корень квадратный из B1 в квадрате плюс B2 в квадрате напоминаю что это выражение это у нас применили формулу для вычисления длины модуля вектора а это у нас модуль вектора если вы забыли эти формулы то дальше я вам предлагаю просмотреть все темы все формулы все определения в таблице которые вы сможете посмотреть чуть-чуть позже для нашего урока посмотрим с вами задачи пусть нам даны векторы А с координатами 2,3 и вектор Б с координатами минус 1 и 2 и нам нужно найти косинус угла между этими векторами воспользуемся формулой косинус А равняется сканерное произведение векторов А и Б вычисляем как 2 умножить на минус 1 плюс 3 умножить на 2 2 умножить на минус 1 3 умножить на 2 и разделим все это на корень квадратный из 2 в квадрате плюс 3 в квадрате и умножаем на корень квадратный минус 1 в квадрате плюс 2 в квадрате получаем числитель 4 в знаменателе корень из 13 умножить на корень из 5 2 в квадрате 4 3 в квадрате 9 минус 1 в квадрате 1 2 в квадрате 4 мы получаем что это умножить на 12 4 в квадрате из 65 и так косинус угла равен 4 в квадрате на корень квадратный из 65 так как мы нашли косинус угла то теперь чтобы найти сам угол вам нужно воспользоваться либо калькулятором для нахождения угла либо четырозначными таблицами подведем итог того что мы с вами учили итак мы рассмотрели одну из тем нашу предмет геометрия это векторы рассмотрели какие действия можно выполнять здесь с векторами как их складывать геометрически как их складывать математически как находить скалярные произведения векторов как умножать вектор на число как находить кукол между векторами все это у нас собрано одной таблице в которой заданы все формулы все основные понятия этого курса все до свидания удачных вам год удачных вам удачных вам Продолжение следует...